Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. Два новых социальных объекта скоро появятся в Самаре. Плавательный бассейн в Куйбышевском районе и детский сад на 240 мест в Промышленном. На каком этапе работы увидела глава Самары Елена Лапушкина. В Самаре в активной фазе работы по обновлению путепровода 139-й километр, проходящего через улицу Земица. Они выполняются на средства областного и городского бюджетов. Работу специалистов оценили общественники и наша съемочная группа. 22 пациента из Снежного прошли лечение в клиниках Самарского медуниверситета. Какую помощь получают жители? В нашем сюжете. Сделай тело бесплатно приобщиться к физкультуре и спорту в Самаре можно благодаря акции «Самара в движении». По каким адресам? Ветер, скорость и адреналин. Яхтсмены со всей Самарской области вышли в акваторию Волги, чтобы разыграть традиционные призы фестиваля регаты Владимира Высоцкого. Два новых социальных объекта скоро появится в Самаре. Плавательный бассейн в Куйбышевском районе и детский сад на 240 мест в Промышленном. На протяжении всего строительства работы находятся на контроле городских властей. Сегодня глава Самары Елена Лапушкина побывала на объектах, чтобы оценить ход работ. Подробности в нашем сюжете. Совсем скоро в этих стенах пройдут первые соревнования, а для жителей Куйбышевского района, неравнодушных к спорту, начнется новая жизнь. Они смогут плавать в бассейне и заниматься здесь на тренажерах. Главный элемент здания – чаша с шестью плавательными дорожками. В здании предусмотрены также тренажерные и хореографические залы. Строительство велось под пристальным контролем городской администрации и лично главы города Елены Лапушкиной. Сегодня она также приехала на объект. Подрядчик рассказывает, ведутся пусконаладочные работы и завершается благоустройство прилегающей территории. Сделана парковка, засеян газон, посажены кустарники. Те системы, которые смонтированы, их еще нужно с собой подружить с точки зрения аппаратной работы. Здание сложное инженерное, поэтому вот сейчас занимаемся тем, что запускаем все системы. Строительная часть закончена. Сейчас ведутся клининговые работы, пусконаладочные работы. Ждем гостей с инспекции, чтобы показать, как все получилось. На финальной стадии строительство детского сада, который возводят у дома номер 120 по улице Старый Загора. Он рассчитан на 240 мест, из них 80 – ясельных. Работы ведутся по нацпроекту «Демография». Отделка внутри здания завершена, мебель расставлена. Параллельно на примыкающей территории ведутся работы по подключению теплотрассы. Находится практически в завершающей стадии строительства. Завершается строительство сетей теплотрассы. В основном готовность самого корпуса отделки и расстановка мебели завершена. Все технологическое оборудование расставлено. Ждет своего череда на пусконаладочные работы. Детский сад, сам детский сад полностью готов. Все отделочные работы, коммутационные работы по оборудованию, все закончено. То есть внутри детского сада и снаружи детского сада все мероприятия строительные завершены. Там, где это возможно, ведется благоустройство территории. Устанавливают игровые площадки, высаживают деревья и кустарники. После того, как подключение теплотрассы будет согласовано с ресурсоснабжающей организацией, благоустроят и эту территорию. На ней разместят еще три прогулочные зоны с беседками, высадят деревья и кустарники. Виктория Шарая, Константин Головин, События. В Самаре в активной фазе работы по обновлению путепровода 139-й километр, проходящего через улицу Земица. Они выполняются на средства областного и городского бюджетов. Ремонт стартовал 10 апреля. С тех пор действует временное ограничение движения транспорта по улице Земица. От въезда на территорию завода РКЦ «Прогресс» до улицы Литвинова. На сегодняшний день основной демонтаж на объекте завершен. Специалисты выполняют строительно-монтажные работы. За ними следят общественники, а в этот раз наблюдала и наша съемочная группа. На путепроводе 139-й километр по улице Земица трудятся и наверху, и под сооружением. В числе задач, согласно проекту, подъем и выравнивание пролетных строений. Всего шесть элементов конструктива, на которых потребовались такие работы. Уже подняли четыре пролета. Выравнивается их плоскость. На оставшихся меняются подферменники. Специальные металлические конструкции между ригелем опоры и пролетным строением, которые принимают на себя статические нагрузки. В процессе устройство коммуникативных мостиков, находящихся под путепроводом. Они необходимы для проведения различных кабелей и линий связи. Параллельно ведутся и другие работы. Так подрядчик приступил к устройству закладных деталей под коммуникации, опоры и электропитания. К устройству гидроизоляции частично произведен монтаж водопропускных трубок. Не менее активно идет устройство выносных консолей и монолитных участков для системы освещения. Выполняются такие работы, как армирование шкафных плит, как на первом, так и на 23-й опоре. То есть это непосредственно монтирование арматурного каркаса и потом уже в дальнейшем заливка и установка деформационных швов на данных участках. Параллельно выполняются работы по устройству выравнивающих слоев бетона. Это непосредственно на правом тротуаре. Путепровод 139-й километр – основная транспортная артерия, соединяющая крупные промышленные предприятия Кировского и промышленного районов с другими районами города. Здесь всегда большой поток грузового и пассажирского транспорта. По путепроводу проходит и трамвайная линия. В настоящее время рельсы демонтированы. Проводятся подготовительные работы для укладки новых путей. Сначала будут выполнены работы по устройству защитного и выравнивающего слоев бетона. Потом будет выполнен щебеночный балласт, так называемый, на который уже в дальнейшем будут монтироваться рельсошпальные решетки трамвайных путей. МБУ «Дорожное хозяйство» ведет контроль за ремонтом путепровода на каждом его этапе. От контроля соответствия выполняемых работ проекту и чертежам до инструментального, а также лабораторного контроля смесей и материалов, применяемых подрядчиком. Наблюдают за выполнением работ на путепроводе 139-й километр и общественники. Особое значение для самарцев приобретает вопрос безопасности дорожного движения. Проектом ремонта на путепроводе предусмотрены барьеры безопасности, разделяющие тротуар, трамвайные пути и автомобильную дорогу. Для этих целей будут использоваться металлические конструкции, сборные железобетонные и монолитные заграждения. Зонирование не только обезопасит пешеходов, убережет их в случае ДТП, но и предотвратит выезд автомобильного транспорта на трамвайные рельсы. Прежде всего это безопасность. А безопасность что предполагает? Предполагает это и разделительные полосы, разделительные блоки для того, чтобы это было безопасно и для транспорта, который грузового транспорта, соответственно, и для транспорта, то есть общественного, плюс для наших, для обычных жителей этого района. Подрядчик трудится в усиленном режиме. Все необходимые материалы были закуплены заблаговременно. Несмотря на то, что муниципальный контракт на ремонт путепровода двухлетний, специалисты нацелены на то, чтобы уже до конца октября текущего года справиться с первостепенными задачами. Завершить основные работы на объекте и запустить движение транспорта через путепровод планируется уже в этом году. Незначительный объем работ, который уже не повлияет на дорожный трафик, может остаться на следующий год. Развитие и обновление дорожной инфраструктуры в регионе – одно из приоритетных направлений в деятельности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Повышенное внимание уделяется ремонту объектов, особенно тех, которые входят в опорную дорожную сеть. В их числе путепровод – 139-й километр. Галина Топилина, Николай Сидоров. События. В Самаре жителям Донецкой Народной Республики доступна высокотехнологичная медицинская помощь. Это стало возможным благодаря соглашению о дружбе и взаимопомощи, которое заключено между Самарской областью и городом Снежное в ДНР. Уже 22 пациента из города Побратима Самары прошли лечение в клиниках Самарского медуниверситета. О том, какую помощь получают жители Снежного, расскажет Галина Топилина. Лариса Раинская приехала лечиться в Самару из города Снежное Донецкой Народной Республики. Рассказывает, до выхода на пенсию работала медсестрой. Много времени проводила на ногах. 16 лет назад начались боли в тазобедренном суставе. Тогда в Донецке ей прооперировали ногу. Но сейчас начались боли уже в другой ноге. Стало невозможно передвигаться и вести полноценный образ жизни. Женщина попала на прием к самарскому ортопеду, который вместе с другими специалистами приехал в город Снежное для оказания медицинской помощи местному населению. Труханов Вадим Викторович, большому спасибо. Он меня хорошо выслушал, посмотрел. У меня были снимки двухгодичной давности с Донецка. И сказал, вам срочно нужно делать операцию, потому что нагрузка идет на эту оперированную ногу. Поэтому этот сустав можно тоже спасать. Я как-то не ожидала даже, вообще не ожидала. Он мне дал проходить все анализы всех врачей. Говорит, Лариса Владимировна, вы готовы ехать на операцию? А я без раздумий говорю, да, конечно, готова. Через месяц после этого приема Ларису прооперировали в Самаре. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Впереди период восстановления. Вместе с Ларисой на операцию в Самарский регион прибыли еще 8 жителей Снежного. По словам заведующего травматолога ортопедическим отделением номер 2 клиник Самарского государственного медицинского университета Дмитрия Кудашева, лечение проводится за счет выделенных на федеральном уровне КВОД. У всех пациентов деформация очень тяжелая. Это артрозы четвертой стадии, сопровождающиеся либо формированием костных дефектов, либо выраженных контрактур. Поэтому в ходе операции приходилось не только имплантировать стандартные эндопротезы, но и проводить какие-то сопутствующие этапы. Это костная аутопластика, это различный остеосинтез, это установка различных антипортрузионных систем. Через неделю все пациенты из города Снежное будут переведены в отделение реабилитации, где на протяжении двух недель их ждет физиотерапия, лечебная гимнастика, другие процедуры. После полного восстановления они смогут отправиться домой. Галина Топилина, Николай Сидоров, События. Шаг к бизнесу делают самарские студенты в городском бизнес-инкубаторе. Подобные форумы для начинающих младых предпринимателей проходят регулярно. Воплощать идеи желающим открыть свое дело помогает городская администрация. Подробности у нашего корреспондента. Серафима Седокова пришла на семинар «Шаг к бизнесу», чтобы узнать, возможно ли быстро и легко открыть свое дело в Самаре. Студентка планирует накормить вкусными пирогами и ватрушками всех горожан. Я с детства хотела открыть свою маленькую пекарню. Потому что я помню, я вот в детстве ходила, и там было весь день, ну не очень вкусно. Я такая вот, я вырасту, у меня будет самая вкусная пекарня, и там всегда будет свежая выпечка, и там семейные, ну, семьи будут туда ходить, радовать своих детей, и там будет только смех и счастье. Арина Акаева учится на врача, она потомственный медик. Еще прадед служил в царской армии фельдшером. Арина после института будет хирургом. Кроме этого, она мечтает заняться бизнесом, продавать медицинское оборудование. Как открыть свое дело, пришла узнать в самарский бизнес-инкубатор. Отработаю некоторое время, я познаю, какие могут быть нюансы, что лучше всего продавать, что требуется больше в больницах. И после чего начну уже пробовать открывать бизнес. Чтобы не заблудиться в бизнес-идеях, правильно рассчитать план реализации своего дела, получить бесплатные консультации у юриста и бухгалтера, в Самаре работает бизнес-инкубатор. Для начинающих предпринимателей здесь регулярно проходят форумы. Шаг к бизнесу рассчитан на студентов. Это уникальная возможность абсолютно бесплатно услышать спикеров. Причем спикеров не теоретиков, а практиков своего дела. То есть здесь очень много теории и очень много практического материала, когда молодые предприниматели, начинавшие свое дело с нуля, делятся опытом, рассказывают своего рода историю успеха. Прошло то время, когда, чтобы открыть свое дело, нужно было уже на старте кредитоваться или брать в долг у друзей. Сейчас работают многоступенчатые государственные меры поддержки. Защитив бизнес-план, молодой предприниматель получает гранты от городской администрации, губернатора и президента. Рассчитывать можно на полмиллиона рублей. Но и работающих бизнесменов городская власть всячески поддерживает на плаву. Выдаем гранты на возмещение уплаченных процентов по кредитам. То есть это такой вид поддержки, который очень востребован. И грант невозвратный, поэтому бизнес, он нравится. Возможно, в следующем году мы введем еще один вид финансовой поддержки. Сейчас как раз мы работаем в этом направлении. Тесно взаимодействуем с бизнесом. Запрашиваем у них информацию, чтобы им было интересно в настоящее время. Заинтересован в развитии малого и среднего бизнеса в регионе и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Региональный центр развития предпринимательства. Постоянный участник форумов в городском бизнес-инкубаторе. Сегодня студентам рассказали, что в Самаре работают два центра «Мой бизнес». У нас в Самарской области созданы институты развития. В 2019 году, благодаря национальному проекту поддержка предпринимательства и предпринимательской инициативы, были созданы центры «Мой бизнес», которые объединили всю инфраструктуру, начиная от консультационных услуг, заканчивая финансовыми услугами. И все эти услуги они абсолютно бесплатны. В прошлом году только в Самаре предпринимателями стало 250 человек, большинство молодежь. В этом им помог проект «Шаг к бизнесу». Мы частые гости на подобных проектах, подобных форумах, взаимодействуем с «Мой бизнес», с «Мой бизнес-инкубатором». Многим ребятам мы помогаем составлять бизнес-планы и запускать их стартапы, конечно, при поддержке, благодаря даже, вернее сказать, таким проектам, таким форумам. У нас вот тут ребята пришли, у всех глаза горят, идей полно, а что делать, не знают. А какие есть программы поддержки, не знают. Поэтому они здесь. Самарская молодежь готова зарабатывать в IT-индустрии, обрабатывающей промышленности и оборонном комплексе. Стоит отметить, что Самара входит в топ-20 городов России по реализации бизнес-идей среди молодежи. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский, События. В детском оздоровительном лагере «Аргон» начала работу естественно-научная профильная смена «Формула-био». Специалисты городского центра детского творчества «Металлург» с помощью различных форматов общаются со школьниками на тему экологии города и региона. Ребята посещают учебные занятия и занимаются творчеством. Подробности в нашем материале. Профильная смена «Формула-био» в загородном центре «Арго» начинается традиционно. С торжественной линейки, государственного гимна и поднятия флага. Ребят ждет уникальная, насыщенная и интересная программа. 230 детей из 9 отрядов посетят различные мастер-классы, лекции, дискуссионные клубы и творческие конкурсы по направлениям, связанным с естественными науками. На треке «Физика среди нас» сами создадут машину Голдберга. На биологии и окружающем мире поговорят о раздельном мусоре и заповедных местах региона. На модуле «Костюм от нитки до подиума» придумают авторские коллекции одежды. А завершится смена защиты проектов экопарков. Очень много образовательных треков, которые касаются экологии, где будет проект реализован экопарка. Это каждый отряд будет разрабатывать свой проект. Им эта тема очень интересна, поскольку у нас многие дети не первый раз едут. Они уже очень много интересных проектов сами представляли. Всего в ведении городского департамента образования шесть загородных лагерей. В них проходят различные тематические смены. В лагерях реализуются образовательные программы туристко-краеведческой, волонтерской, технической, спортивной, патриотической и художественной направленностей. Сейчас уже начался блок четвертых смен. Организаторами профильных смен в загородных лагерях является у нас учреждение дополнительного образования. И, соответственно, работают с нашими детьми там педагоги дополнительного образования, учреждение подведомственных департаментов образования. Опыт работы у них в этом направлении очень большой. Кроме того, в городе летом работают 189 лагерей дневного пребывания. Таким видом досуга смогли воспользоваться более 15 тысяч детей. А для тех, кто хочет отдохнуть ближе к природе, открыт палаточный лагерь на базе центров «Авангард Самара» и «Мужество». Андрей Горгуленко, Петр Паломеев. События. Бесплатно приобщиться к физкультуре и спорту в Самаре можно благодаря акции «Самара в движении». Тренировки регулярно проходят по четырем адресам. Наш корреспондент Ксения Баканова под руководством опытного тренера приобщилась к физкультуре вместе с активными жителями города в парке Гагарина и готова поделиться подробностями. Гузель Кутлу Гильдина до недавнего времени к спорту была равнодушна. Расписание тренировок увидела в социальных сетях. Решила попробовать. Затянула с головой. Идти заниматься теперь ей только в радость. Ведь это интересно и полезно. И фигуру подточишь, и здоровье поправишь, рассказывает девушка. Я вообще первый раз на фитнес начала ходить, честно говоря. Поэтому сравнить нечем, но очень нравится. Бодро, весело чувствуется прям, что мышцы есть, и наконец-то они работают. Площадка для занятий организована в парке имени Юрия Гагарина. В парке Гагарина «Самара в движении» организована в зоне стадиона, где сосредоточено наибольшее количество занимающихся. Теперь там установлена дополнительная сцена, подиум для занятий. И с понедельника по пятницу с 17 до 21 часа работают инструкторы фитнес-клубов. Под руководством опытного тренера Ирины Красильниковой здесь проходит тренировка «Сделай тело». Занятия на открытом воздухе сильно отличаются от тех, которые проводят в зале, говорит специалист. Как минимум одно из главных отличий, что в зале ты тренируешься с большим количеством оборудования, если мы говорим про силовые программы. Здесь мы работаем больше с собственным весом, и именно в таких условиях тренер хорошо может прокачать свои профессиональные навыки. Здесь ты исходишь из своих талантов, от своей фантазии, от своего воображения, и ориентируешься только на себя, ну и, естественно, на настроение ребят, которые пришли заниматься. Физкультурно-оздоровительная акция «Самара в движении» продлится до конца лета. В проекте участвуют спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. Это знакомство, это дружба с активным здоровым образом жизни. И, как вот говорят некоторые тренеры, говорят, вот эти занятия разными направлениями, они людей раскрепощают, делают свободнее и духовно, и физически, то есть вот как-то есть большие плюсы. Каждый год к акции «Самара в движении» присоединяются новые виды спорта, становятся все большие площадок. В этом году они расположены на площади Куйбышева, в парках Гагарина и 50-летие Октября, а также на пляже под Первомайским спуском. Актуальную информацию и расписание тренировок можно найти в группе ВКонтакте «Самара в движении». Друзья, не могу удержаться, решила присоединиться. Вниз. Один. Два. Наверх. Четыре. Ещё четыре. Непривычно. Три. Но хорошая музыка. Два. Отличный тренер. Адреналин. Молодцы. Заряжайте настроение. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Ветер, скорость и адреналин. Яхтсмены со всей Самарской области вышли в акваторию Волги, чтобы разыграть традиционные призы фестиваля регаты Владимира Высоцкого. Гонка прошла в День памяти великого артиста 25 июля. Имя победителя узнал наш корреспондент Ксения Баканова. Капитан Алексей Максимов и матрос Ольга готовятся к старту. Уникальность их яхты в том, что хозяин построил её своими руками. Для команды это уже десятая гонка. В парусном спорте всё решает удача и мастерство экипажа, говорит капитан. Поэтому победить может любой участник соревнований. Парус – это, наверное, призвание. Один раз попробовал и не смог отказаться. И, наверное, на всю жизнь. Для победы главное – участие. И хороший ветер. Всё остальное прилагается. И мастерство экипажа. Всероссийский фестиваль регата памяти Владимира Высоцкого проводится с 2000 года. В этот раз в соревнованиях принимает участие 20 экипажей из Самары и Тольятти. С берега за ними наблюдает группа поддержки, друзья, коллеги и просто те, кто неравнодушен к парусному спорту. Все присутствующие обычно переполнены духом победы, духом регаты, в Волге, в памяти любимого певца. И все, конечно, с удовольствием и слушают, и подпевают известные всем слова. Конечно, всем хочется пожелать победы, всем хочется пожелать хорошего настроения и попутного ветра. Белеет парус, однако он совсем не одинокий. Безмятежный вид со стороны – наивная иллюзия. Прямо за моей спиной происходит настоящая гонка крейсерских яхт по короткой дистанции. Это примерно 2,5 морские мили. Самый красивый цветной парус называется спинакер. Его достают, когда лодка идет полным ходом по ветру. Участники стартовали от острова Голодный. На результат, как правило, влияют течение реки, порыв ветра и, конечно же, удача. Борьба их смена, борьба с собой и с ветром. Все остальные – друзья. Могли лучше, но не знаем. Мы боролись. Гонки всегда классные, это же удовольствие. Бесконечное, бесконечное удовольствие. Классно. Парус вообще рулит всегда. В этом году любители парусного спорта ожидал приятный сюрприз. Изюминка этой регаты состоит в том, что 24 июля у нас впервые за много лет стартовала детская регата. И сегодня мы будем награждать ребят, юноши и девушек на награждение взрослых победителей. Юные спортсмены поделились своими впечатлениями. Мнения разошлись. У кого-то все шло по плану, но нашлись и те, кто удивился результатом гонки. Планы были. Изначально расстроились, потому что не так, как хотели. Потом как все хотели, а потом резко планы очень сильно изменились. Я вообще ни на что не надеялась. Но потом я поняла, что гонка еще не окончилась. То, что ты можешь еще продолжать борьбу. Первую гонку мы выиграли. Я была с моим капитаном на Кадете. Первую гонку мы выиграли. Такие, так, не время расслабляться, нужно идти дальше. Вторую гонку тоже выиграли. Мы уже так чуть-чуть подрасслабились. В третьей гонке нас почти что обогнали. Но наши соперники перевернулись. Я сначала думала, что соперники сильные. Сказали, что там мальчик и Санкт-Петербург один. Но на самом деле они слабые были. Все планы были. Все планы получились. Задуманные. На соревнованиях разыграли призы, медали, переходящие кубки губернатора Самарской области и главы Самары. А экипажу-победителю вручили специальный денежный приз – сертификат на покупку оборудования для яхт. На этот раз победу одержала яхта Санни. Ребята приехали из Тольятти. Говорят, тут важна слаженная работа всей команды. А еще помыть лодку на удачу. Один из ритуалов – это нужно помыть лодку. То есть мы перед регатой все купаемся, моем лодку. Имеется в виду нищие. Парус, порвай парус, каюсь, каюсь, каюсь. Ксения Баканова, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова